Продолжение следует... 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 Что порождает неу-нацистское настроение? Я думаю, что, конечно, отсутствие образования, да, и потому как, ну, это самый примитивный ответ на какие-то возникающие проблемы. Власть у нас, она тоже способствует появлению таких фашистских настроений в стране, потому что, ну, это, как известно, там, да, разделяя власть, это вообще очень старый принцип. Девушки отдыхают. Что поражает неу-нацистское настроение в России? Мне кажется, что неунацистские настроения сождаются искусственно, прежде всего за счет политики власти, которая стремится разделить наш народ. Ведь известно, что в ФСБ много сотрудничает с неунацистами, и в современной системе нужны убийцы на самом деле. Для террора против населения, когда население запугивается, то власть при этом начинает продавливать всякую гражданскую активность. Я считаю, что все это в основном делается в интересах современной губийской системы. Код назад мы получили уродливый и бессмысленный беспредел манежки. Вместо требований прекращения хамства и коррупции в милиции и судах, вышедшие на площадь вскидывали зиги и обращали свое негодование на Кавказ. Меня зовут Демидов Андрей, и я представляю институт коллективного действия, организацию, с которой сотрудничал Стас. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня пришел, несмотря на мороз. Вы молодцы! Но холодно не только в Москве. Мне сейчас звонил из Якутии Валентин Урусов, профсоюзный лидер, который брошен был на 6 лет в лагеря, за то, что он осмелился создать профсоюз на предприятии Уруса. Он сказал, я знал Стаса, и я отушел из теми, кто сегодня вспоминает о нем. Это особенность Стаса, которую мы все знаем. Его любили и знали не только высоколовые интеллектуалы, которым было о чем с ним поговорить, но и рабочие лидеры, такие, как Валентин Урусов, такие, как рабочие в дежуре на ясном проезде, которым помогала Настя. И Настя и Стас дают нам урок и пример единства слова и дела. Нет фашизму! Нет капитализму! Нет фашизму! Нет капитализму!